Доброе утро, уважаемые трейдеры, клиенты компании Амаркетс. Сегодня 11 декабря, начинаем наш утренний брифинг. Сегодня понедельник, самое начало новой торговой недели, которая будет крайне интересной, несколько забегая вперед. Отметим, что ожидается повышенная волатильность в ближайшие 5 торговых дней. Все связано с тем новостным фундаментальным фоном, который нас будет ожидать. И, конечно, начнем мы, пожалуй, по традиции с подведения итогов прошлой торговой недели, которая также отметим была, что называется, на загляденье. Начнем с того, что выделим три основные ситуации, которые будут определять дальнейшие движения по ключевым валютным парам. И именно в контексте тех событий, которые нас поджидали на прошлой неделе, предлагаем выстроить анализ того, что будет происходить далее. Конечно, безусловно, главным событием прошлой торговой недели стал выход Non-Farm Payrolls. Напомним, что многие с большим нетерпением ждут именно данную макро-статистику по Соединенным Штатам Америки. Почему? Потому что всегда рынок занятости очень сильно влияет на то, как ФРС выстраивает свою дальнейшую монетарную политику. И что мы увидели? На самом деле, как оказалось, вышедшие Non-Farm Payrolls не поставили под угрозу предстоящее повышение ставки со стороны регулятора США. В силу того, что мы увидели довольно позитивную макро-статистику. Во-первых, прирост на сразу 228 тысяч рабочих мест был зафиксирован по итогам последнего отчетного периода. И более того, сразу на 0,2% выросли средние зарплаты по США. И, конечно, если мы посмотрим на тенденцию рынка труда в США, то увидим, что он, если не находится на пике, то, по крайней мере, очень и очень сильные данные показывает. Все это, конечно, радует инвесторов, но на самом деле доллар начал свое укрепление еще до выхода позитивных данных в пятницу. Если мы посмотрим на график, то на протяжении всех прошлых пяти торговых дней мы видели, как по отношению к ключевым валютным парам мы берем, прежде всего, в расчет евро, британскую валюту, швейцарский франк, японскую иену и канадский доллар, то вот по итогам этих пяти дней почти каждый день закрывал в плюсе именно американский доллар. Есть несколько основных причин тому, кроме того, что вот сейчас мы видим, что появляется дальнейший позитив после публикации данных по рынку труда. На самом деле были предпосылки и до данной публикации. Они были связаны, прежде всего, с тем, что в целом у нас сейчас идет рассмотрение по изменению в налоговой реформе, точнее, налоговое законодательство меняется, и мы говорим о том, что налоговая реформа находится в самой завершающей стадии, потому что уже специальный комитет завершает рассмотрение тех мер, которые были предложены в том числе Трампом, когда он еще только собирался становиться президентом, то есть участвовал в предвыборной гонке, и было ряд, как нам казалось, популистских заявлений, но тем не менее мы видим, что, несмотря на большую задержку с реализацией данных планов, тем не менее, вот в данный момент можно говорить о том, что США близки никогда к тому, чтобы принять необходимые поправки. Это, конечно, будет большим позитивом для американского рынка и поспособствует дальнейшему удорожанию американской валюты. Кроме того, в целом, довольно неплохая статистика, именно макро-статистика по США в последнее время, в том числе на рынке недвижимости. Мы видели, что последние месяцы мы видим устойчивый тренд по увеличению темпов строительства и сдачи нового жилья. И есть еще один интересный момент. Кроме того, что традиционно декабрь считается началом предновогоднего ралли, когда растет американский фондовый рынок, прежде всего, но за ним поспевает обычно и американская валюта. И, кроме того, есть еще такой нюанс, что многие международные компании, которые работают по всему миру и собирают прибыль далеко не только в долларах США, будут конвертировать ее именно в доллары и инвестировать в развитие своего бизнеса в силу того, чтобы снизить налогооблагаемую базу. Потому что мы понимаем, что заканчивается налоговый период, отчетный год. И, конечно, вместо того, чтобы, скажем, уплачивать налог на большую сумму, большие корпорации очень часто делают так, что инвестируют большую часть полученных прибыли в развитие своего бизнеса, чтобы, опять же, повысить рентабельность в следующие годы. Кроме того, что были опубликованы данные по статистике занятости в США, и, на самом деле, многие были разочарованы волатильностью, которая была после данной новости, потому что ожидалось, что нонфармы гораздо сильнее двинут рынок в моменте. Но, по сути, мы увидели всего лишь несколько локальных рывков, и затем, по сути, например, евро-доллар остался на месте, вблизи тех же уровней, которых торговался в пятницу. Но очень важный момент, что именно после публикации нонфармов мы наблюдаем некие признаки разворота тренда по евро-доллар, в частности. Об этом мы еще чуть позже поговорим, о тех ключевых торговых идеях, которые нас ожидают на текущей неделе. И, в частности, стоит говорить о том, что именно с момента публикации нонфармов мы видим некие признаки к развороту ключевых трендов. Так вот, мы говорили о том, что волатильность после публикации этих данных нас во многом разочаровала, как и всех ключевых участников рынка. И куда интересным, куда более интересным был факт публикации новостей из Канады. Там также принималось решение по процентной ставке, были сделаны, озвучены рекомендации и озвучены дальнейшие меры по монетарной политике. И на самом деле, вот, Центральный банк Канады очень сильно разочаровал инвесторов. Мы видели массовый выход из канадской валюты, которая традиционно является сырьевой, и так обычно находится под угрозой, вот, в моменты таких важных публикаций. И видели резкий рост доллара сразу на несколько фигур, да, который продолжился и в конце недели. И на самом деле, сейчас есть также некие признаки разворота. Если мы посмотрим на ключевые графики по валютным парам, то увидим, что преобладает именно сейчас, на данный момент, на утро понедельника, такой сценарий, что разворачивается доллар. Показав сильный рост на прошлой неделе, мы видим некие признаки коррекции, и в том числе по канадской валюте происходит то же самое. Довольно сильную осторожность проявил регулятор Канады, сказав, что в будущем не планируют каких-то серьезных мер по изменению процентной ставки, и, несмотря на позитив в целом в макростатистике, пока не планируют серьезно менять свои действия. И более того, сам он пока не видит особого позитива, и рассчитывает, что в будущем макростатистика должна быть еще лучше, и вот в таком случае уже регулятор будет более доволен. Мы наблюдали очень повышенную волатильность на прошлой неделе по паре фунт-доллар, и эта ситуация продолжится на текущей неделе, в этом мы не сомневаемся. Вы могли видеть резкие скачки почти на протяжении каждого торгового дня прошлой недели, то вверх, то вниз. Такая, может быть, аналогия, может быть, с американскими горками. Все связано с тем, что проходили довольно тяжелые переговоры, они уже не первый месяц продолжаются по поводу выхода Великобритании из ЕС. Да, мы знаем, что после того, как было объявлено решение еще в прошлом году, очень долго идет переговорный процесс. Сейчас, как отмечают представители и Терезы Мэй из Великобритании, и представители от Евросоюза, наиболее сложный этап переговоров. Вот отмечается, что он во многом подходит к концу, и дальше будет легче уже принимать и согласовывать очень важные решения. В частности, ключевой момент спора – эта граница между Великобританией и Ирландией в данный момент обсуждалась, а также права граждан Великобритании именно в плане Конституции. Потому что мы понимаем с вами, что такой процесс, как выход Великобритании из ЕС, он влечет за собой очень большое количество изменений в ключевых нормативных документах, в том числе в основном Конституции. Поэтому, конечно, очень много было различных слухов, шумихи вокруг данных событий. И в совокупности с тем, что по доллару еще было довольно много новостного фона, вот все это провоцирует очень высокую волатильность и разнонаправленные движения по паре фунт-доллар. В целом, на дневном графике можно говорить о том, что мы находимся вблизи точки разворота и дальше будем наблюдать укрепление доллара, хотя на протяжении последних месяцев, последних недель наблюдалась скорее обратная ситуация. И вот на часовом графике, в частности, наблюдается скорее возврат к восходящему движению, то есть локально, скажем, сегодня-завтра, более вероятно, именно дальнейшее укрепление британской валюты на фоне того, что основные соглашения были достигнуты. Но вот если мы более глобально посмотрим на ситуацию, то доллар выглядит сильнее. Опять же, учитывая то, что в эту среду, уже 13 декабря, мы ожидаем наседания ФРС, в ходе которого с очень большой вероятностью будет заявлено о том, что ставка будет повышена уже 98% вероятность того, что это произойдет уже в самое ближайшее заседание. И более того, есть резон полагать, что и следующий год сложится в подобном ключе, то, что ФРС пойдет еще на несколько повышений, еще и учитывая истребинную позицию следующего главы ФРС. Об этом мы обязательно в одном из следующих брифингов с вами поговорим. То есть в целом сейчас складывается такая ситуация, когда доллар выглядит гораздо сильнее именно фундаментально своих основных конкурентов, несмотря на, скажем, немного иную картину с позиции технического анализа. Вот мы отметили те ключевые события, которые нас радовали и позволяли открывать сделки на прошлой неделе. И хотелось бы еще обсудить перспективы российской валюты, а точнее связку нефть-рубль. В последние месяцы традиционно уже считается, что есть некая раскорреляция между двумя данными активами. И тем не менее, всегда говоря о рубле, мы ссылаемся на нефть. И что стоит отметить, что при общей восходящей тенденции по главному сырьевому активу, по черному золоту, мы видим, что нефть приближается вплотную к максимальным значениям данного этого года. И если, скажем, сегодня, либо в течение ближайшей недели мы окажемся выше отметки в 63.50 по нефтемарке Brent, то обязательно увидим 65 и, может быть, даже 67 в ближайшей неделе. То есть уже до конца года вполне вероятно состоится данное движение. При всем при том, мы видим, что рубль не укрепляется, то есть не использует тот позитив от сырьевого рынка. Это связано с несколькими ситуациями. Прежде всего, рубль сейчас ориентируется на события валютного рынка, нежели сырьевого. И, в частности, отмечается, опять же, все ждут заседания, в том числе и ЦБ РФ на этой неделе. Очень важный момент. Отметим сразу, что на этой неделе главные новости – это, конечно, публикации протоколов и итоги заседаний центральных банков. Мы увидим заседание ФРС, как уже было отмечено. Великобритания и Еврозона также отчитаются об итогах своей деятельности и сообщит решение по процентной ставке. И, конечно, в России также мы увидим новую информацию по ключевому макроэкономическому показателю. И, на самом деле, если ожидания по поводу ставки ФРС очевидны в плане повышения, то российский регулятор, вероятнее всего, пойдет на очередное снижение ставки, что, конечно, и оказывает основное давление сейчас на пару доллар-рубль. То есть те, скажем, сделки carry trade, которые были так популярны и востребованы в последние месяцы, они постепенно будут сходить на нет в силу разнонаправленной политики регуляторов. То есть одновременное повышение ставки за океаном, то есть в США, и снижение российским регуляторам. Все это плюс доходность по облигациям, данные, по которым мы видели на прошлой неделе, также будет давить на рубль. И, вероятнее всего, мы увидим тестирование отметки в 60, а может быть даже 61 рубль за доллар уже на текущей неделе. Поэтому, опять же, все будет зависеть от тех публикаций, которые мы увидим. И, тем не менее, есть подозрение, что восходящий локально тренд по доллар-рубль, он будет продолжен вместе, кстати, с восходящим трендом по нефти. И это интересная особенность, ее нужно учитывать. Но, опять же, сделаем такую небольшую ремарку, что сегодня понедельник, самое начало торговой недели, будут формироваться новые ключевые уровни поддержки и сопротивления. И именно от этих уровней стоит работать в ближайшие дни. Поэтому пока стоит занять либо выжидательную позицию, либо работать с небольшим объемом и низкими рисками, осторожно покупая евро-доллар, например, фунт-доллар. То есть работая в плане коррекции по американской валюте и при этом не забывая о том, что общий фундаментальный фон выглядит довольно позитивно для американской валюты. Поэтому, опять же, не стоит затягиваться позициями против доллара по возможности фиксируя прибыль вблизи тех отметок, которые, скажем, вы запланировали. Вот сегодня, например, вполне можно ожидать рост евро-доллар до отметки в 1.1830. Это важный уровень сопротивления, до которого пара вполне может добраться. Фунт-доллар вполне может оказаться вблизи 1.3450. Именно эта отметка является целью для покупателей в данный момент, в том числе с позиции опционных уровней. Доллар иена устремляется к 113 за 1 доллар. 113 иен за 1 американский доллар. Скажем несколько слов про криптовалюту. Выходные традиционно для биткоина сложились в крайне позитивном ключе. Если вы посмотрите, проанализируете движение, то окажется, что всегда в выходные, субботы, воскресенья очень неплохо складываются для криптовалют и очень сильно увеличивается волатильность именно в эти дни. И несмотря на те признаки разворота, которые появились в четверг-пятницу, несмотря на то, что наблюдались массовые распродажи и фиксация длинных позиций по биткоину, он вновь нашел в себе силы, вновь мы увидели приток капитала. Это связано было во многом с тем, что перекладывались многие криптоинвесторы из альткоинов в основную криптовалюту, в биткоин. И, конечно, пока вот этот ажиотаж, эта эйфория сохраняется, мы также призываем вас участвовать в этих движениях. И на самом деле с позиции дневного графика мы вновь закрепляемся выше цен закрытия прошлых дней, что означает наличие сигнала на покупку в данный момент. Конечно, риски здесь несколько завышены, потому что в данный момент цена уже довольно далеко отошла от приемлемых уровней именно с позиции постановки короткого стоп-лоса. И, тем не менее, небольшим объемом, вот то, о чем мы говорили именно в понедельник, что актуально, по небольшим объемом можно заходить на покупку по биткоин-доллар, рассчитывая взять как минимум 500-700 долларов от движения. На этом сегодня, пожалуй, все. Еще раз призываем быть несколько более осторожным в понедельник. Сохраните основной капитал на реализацию стратегий новостных, потому что после выхода важных публикаций на текущей неделе еще будет наверняка возможность открыть сделку по хорошей цене. Но об этом, о том, как именно это сделать, да, и уже фактически обсуждая те новости, которые будут опубликованы, мы поговорим в следующих утренних брифингах. На этом сегодня все. Всем успехов в торговле. Увидимся совсем скоро. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok